Поважаемые коллеги, сегодня мы начинаем цикл мини-лекции. Он организован Российским военно-историческим обществом и корпорацией «Российский учебник». Этот цикл приурочен к очередной годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц 27 января, Международный день памяти жертв Холокуста. И в рамках этого цикла я Константин Александрович Пахалек, главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества и преподавателя Дзенцовского филиала МГИМО, постараюсь рассказать о том, что такое насильское политическое уничтожение, что такое Холокост, и рассказать это на примере судеб тех людей, кто был жертвой, кто оказался прицелением, и тех, кто убивал в те уже далекие годы. Если мы говорим про гипероскопрессию, то ее жертвами стали 27 миллионов гражданских человек. Из них 6 миллионов евреев были уничтожены исключительно только за то, что они были евреи. К числу жертв можно отнести, например, 3 миллиона советских военнопленных, которых намеренно помещали все условия, чтобы они умирали. Смертность наших военнопленных составила 56% в долг, в то время как обреталось их только 3%. Говоря о нацистских преступлениях, мы должны понимать о том, что и блокад жизни Селенинграда, и замученная женщина в русской, белорусской деревне, и еврейка, убиваемая в газовой камере, они все страдали, с одной стороны, от одной политики уничтожения. Но сама логика, беспощадная логика нацизма, как раз-таки заключалась в том, чтобы относиться к разным категориям жертв по-разному. И говоря об общности страданий различных категорий жертв, мы не должны забывать о том, что наиболее последовательно нацисты преследовали именно евреев, исходя из своих изологических убеждений, полагая о том, что даже Советский Союз – это жидо-большевистское государство, поэтому каждый советский солдат был уже немножко заподозрен в том, что он служит большевикам-евреям, и точно так же каждый советский еврей был виноват в том, что он, во-первых, еврей, и во-вторых, советский солдат. Говоря о той трагедии, мы должны вспомнить и говорить о тех лицах, которые либо осуществляли эту полицию в уничтожении, либо, наоборот, были ее жертвами. Сегодня я хочу вам рассказать про одного из тех, кто был не просто жертвой, но тех, кто смог восстать и увековечить свое имя в истории. Мы поговорим сегодня про Александра Ароновича Печерского. Он родился в 1909 году в Кременчаге. В годы Первой мировой войны его семья бежала на юг, в Ростов-на-Дону, здесь он вырос. В 1930 году он работал на административной должности в одном институте, участвовал в драматическом кружке и, в принципе, был одним из многих советских граждан. В нем не было ничего примечательного, в нем не было ничего особо героичества. Это был один человек из многих, советский человек со всеми своими сильными и слабыми сторонами. Ну вот начинается Великая Отечественная война, начинается нападение нацистской Германии, и есть союзников на СССР. Он мобилизован, он идет выполнять собственный долг. Нет, он не был кадровым военным, это нужно понимать. У него было воинское звание техник-континдант второго ранга. Он был в ТУ, он был в штабных учреждениях. И в октябре 1941 года он попал в плен. В зарубежной институте иногда говорят о том, что, да, Печерский был военный, именно поэтому ему потом удалось совершить свой подвиг. На самом деле, именно военного кадра он не был. На самом деле, боевого опыта он тоже не имел. Он был одним из многих простых советских граждан, которые были брошены на фронт для того, чтобы защищать свою родину. Он попал в плен, пытался один раз неудачно избежать, второй. Его отправили затем в Минск. В Минске была проверка медицинская, которая позволила установить, что он был еврей. К тому времени нацистская политика уничтожения, она колебалась между двумя направлениями. С одной стороны, тотальное уничтожение евреев и силами Айнцезгрупп. Было расстреляно за два года порядка миллиона евреев, оккупированные советской территорией. И с другой стороны, их эксплуатация на благо экономики, на благо Третьего Рейха, до тех пор, пока эти люди не будут убиты. В 1943 году Печерский в сентябре был переведен в лагерь смерти Сабибор. Что это было за учреждение? Нацисты полагали, что на территории Советского Союза не нужно соблюдать даже минимальные рамки приличий. Когда Айнцезгруппа входили в целые города, села, то евреев избивали, собирали вместе и сразу же заправляли на расстрелы. Расстреливали женщин, детей, стариков, мужчин, всех вместе в специальных ямах заставив перед этим еще раздеться, потому что одежда была нужна для нужды Германии. На одном из таких расстрелов, например, присутствовал рейхсфюрер эсэс Генрих Гиммлер в августе 1941 года под Мирском. Когда он увидел эти расстрелы, которые осуществляли карательные части эсэс, ему стало плохо. А начальник войск эсэса, полиции в Беларуси, генерал Баффун Дзелевский, он вообще подошел и сказал, мой рейхсфюрер, эти же люди, которые расстреливаются, станут же моральными уродами потом, мы потеряем этих людей. Они же, что они переносят, какие страдания убивают невинных людей. И после этого начали думать, а как сделать так, чтобы сократить, увеличить вот эту дистанцию между убийцей и убиваемым. В общем, вскоре ответ нашли, а давайте мы будем убивать газом. В конце 1941, в начале 1942 года, на территории оккупированной Польши, генерал-губернаторства, было построено несколько лагерей смерти, прежде всего Белжец, Собибор и Треблинка. Эти три лагеря смерти, их объясняют то, что они входили в операцию Рейнхард. В рамках этой операции планировалось уничтожить всех европейских евреев, 11 миллионов человек. На поездах и схвозили восточную Польшу, говорили, что вы едете работать, вы едете на поселение. Мы специально хотим сказать, место, где евреи могут жить и трудиться. Их привозили на станцию, они выходили в том же Собиборе на станцию. Она ничем была не примечательна, оказалось, что да, это какой-то небольшой поиск городок. Их заставляли раздеться, сдать вещи, отделили женщин, отделяли мужчин отдельно, женщин и детей отдельно и отвозили дальше помыться. Но только вместо душевых это были газовые камеры. Для того, чтобы уничтожить один состав на 2000 человек, потребовалось всего лишь полтора-два часа. Затем трупы сжигали в открытых ямах. Так в Собиборе в 1942-1943 годы было уничтожено 250 тысяч человек. В 1943 году весною, когда уже было понятно, что большая часть евреев по камере Польши уничтожена, было решено о том, что давайте мы перенесем в центр уничтожения Вауши, Сонжасиенцем Собибора, будем превращаться в обычный трудовой лагерь, где будут перерабатываться трофейные оружия. Для этого осенью 1943 года сюда доставили группу военнопленных, советских военнопленных, евреев, из которых выбрали наиболее сильных, крепких мужчин, спрашивая у них, у кого есть рабочая профессия. Им сохранили время на жизнь. Жизнь для того, чтобы построить вот это новое помещение, где в будущем предполагалось создать трудовый лагерь. Среди них был и Александр Аронович Печерский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова